Писатель Филипп Диамидович Нефёдов Государственные, административные границы Далеко не полностью отображают реальное расселение народов Это в полной мере относится и к башкирам Исторический Башкортостан Это огромная территория, где происходили процессы формирования И дальнейшего развития башкирского народа Эта земля когда-то простиралась от сибирской реки Тобол До Жигулевских гор на Волге От реки Кама на севере до среднего течения реки Урал на юге По данным Всероссийской переписи населения 2002 года Около 30% башкир проживают за пределами Республики Башкортостан В Челябинской и Оренбургской областях Части Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей Пермского края, Республики Татарстан Где они – коренные жители и неотъемлемая часть башкирского народа Республики Татарстан Академик Петр Палас, описывая свои путешествия В 80-е годы 18-го столетия по разным провинциям Российской империи Писал Ехали по большей части по льду реки Уфы Мимо некоторых башкирских деревень Дашакур-Аула Счастливые башкирцы имеют в всей стране великое земледелие И водят пчел Довольно скота и дичину В окололежащих горных дремучих лесах весьма изобилуются Охота на куниц, оленей Башкирцы имеют постоянные деревни В башкирской деревне Шигири-Аул в 15 верстах вниз по Уфе Переменил лошадей Село Шакур – самое крупное башкирское поселение Свердловской области И оно же самое древнее Упоминание о Шакур встречается в так называемой «отводной книге по Уфе» от 1551 года Согласно историческим и архивным сведениям, преданиям Деревню Шакур основали башкиры племени Эпей Башкиры-упейцы имеют прямую этническую связь С местным древним финно-угорским или тюркско-угорским этническим компонентом В дальнейшей своей этнической истории Упейцы были тюркизированы в древнебашкирской среде В 17-м, начале 18-го веков, кочевья Упейцев и их соседей Сыскинцев достигали кункура В дальнейшем они утратили компактность своего расселения В 17-м, начале 18-го веков, кочевья Упейцев и их соседей В 17-м, начале 18-го веков, кочевья Упейцев и их соседей В 17-м, начале 18-го веков, кочевья Упейцев и их соседей В основе разделения территории исторического Башкортостана лежал родоплеменной принцип. По этой причине на землях башкир-сысгинцев, которые они закрепили за собой по царским грамотам, образовалась Сысгинская волость. На землях Кушчинцев – Кушчинская, на водчинных землях Опейцев – Упейская волость. В дальнейшем эти волости постепенно стали делиться на территориальные единицы. И здесь образовались Ювинская, Шакуровская, Азекуловская, Шигеринская и другие волости. В период кантонной системы управления краем все башкирские села этого региона вошли в состав второго башкирского кантона. В период кантонной системы управления краем все башкирские села этого региона вошли в составе первого башкирского кантона. В хозяйственном описании Пермской губерния 1813 года указано, что в XIX веке более четырех пятых башкирского населения Красноуфимского уезда занималось земледелием. Остальные вели полукочевое скотоводство или лесное промысловое хозяйство в сочетании с элементами земледелия. Башкиры деревни Шакуровой и других близлежащих аулов, также имея небольшие пахотные участки, ранней весной на все лето уходили кочевать в горы. В 1834 году в селе Шакур было учтено 404 башкировоченика, в 1859 году 660 башкировочеников и 36 типтярий-припущеников. КОНКУРС 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 В орнаментах, используемых в костюмах участниц коллектива, четко прослеживаются черты узоров северо-восточных башкир. Девушка, она нарисована по существу с натуры художником Гумером Мухаммедшиным, который в тот год участвовал в нашей экспедиции. Вот эти все листы, это вот как раз вышивка тех мест, это материалы экспедиции того года, 59-го года. И потом еще была экспедиция 1984 года, были в деревне Шакурово, Арсланово. Буквально все молодые женщины были одеты в такие костюмы. Нам даже говорили, что каждая девушка к свадьбе готовит по 15-20 таких комплектов. Причем узоры, мы вот сколько фотографировали, узоры там не повторялись. У одной женщины все разные, и на Сабанту мы не встречали одинаковых. КОНЕЦ Село Акбаш еще одно поселение башкиропейцев на территории Свердловской области. В 1834 году здесь было учтено 106, в 1859 году 235 башкировочеников. Однако имеется предположение, что основателями села Акбаш были гайнинцы. КОНЕЦ Акбаш авылы Акбаш картының исимы билбейленган. Картларының сюляуу бейінса Акбаш карты. Казыргы перимелкасы Бардом райына, ғайны яғынан, тулу ойылғасынан келіп саққан кеші болған. Ол көн шығышқа табайу нәлеп, уфа елғасына келіп түшкен, уфа елғасы бұлы юғары көтәріліп, шәкөр қартларынан, шәкөр ұл вақытта болыс болған, анда башқартлар ешігінер, алардан жер сұрыған, Акбаш картының анам баллары болған, ол балларына шәкөр ғам арықайлардан қызлар алып береген, нашышы ұрында тұра башылығаннар. Башқартар ешігінер, ұрында 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 тұра басы. Боға елғасы бұлы ұрында, ұрында сұрында тұра бұлы әліп орында ұрында тұра бәржі! С начала 17 века эти земли стали активно заселяться башкирами-гайнинцами. Появление гайнинцев в этом регионе было вызвано колонизацией русскими башкирского прикамья и потерей ими значительной части своих вученных земель между Камой и Сылвой. Особенно много гайнинцев переселилось в долину рек Уфы и Бесерть после подавления крестьянской войны 1773-1775 годов. Потомки гайнинцев, точнее Бесер-гайнинцев, проживают в селе Гайны Ачицкого района Свердловской области. Они составляют часть жителей других сел этого региона – Уфа-Шигири, Усть-Баяк, Усть-Бугалыш, Хоянова, Кургат и Акбаш. Мы вместе с литературой были богулы, манси, башкортами, альвары были связи für's, п oxenic. И надеялось к factories, чтобы бабушWORKL и grad лиburger *** царапить грозы, бытовы. Лагерoph baptика Есть антропологический тип уральский, различные варианты уральского типа, который встречается как у западно-сибирских угров, так и у северных башкир, выше Уфы особенно, и у большей части женского населения. Но я думаю, что это связано не столько с хантами Манси, она связана просто с этой адаптированной к данной, скажем, уральской среде, того антропологического типа, который вошел в состав и хантов Манси, и башкир, и чуваший, и морейцев, и удмурт, вот по всей этой полосе. То есть это был общий для этих народов единый тип, который называется уральским. Название горным хребтам, отдельным горам, рекам, озерам на территории юго-западной части Свердловской области когда-то дали местные башкиры. Башкирт сузы, тюрпий сузы, меселен, Ифы, Уфа илғасы, Бардын, Тау, Ол Бардын анда тип сулерге мемкен, Сергей илғасы, Ол сырғаны аңлата, Женке Сергей илғасы, бұ przede сіргарға шалықпұлық. Уфа илғасы жағасы, т dividing кушылай. Башкирт сузы, баста түркі әлінің. Как и большинство башкирских сёл других регионов Башкартастана, сёла и деревни Башкир Свердловской области расположены в долинах водоемов. Все башкирские села и деревни области расположены в долине реки Уфа, либо непосредственно на ее берегу, либо на ее притоках. Артя-Шигири – на речке Артя, Гайна – на реке Бесерть, Аракай – на реке Серга. Это одна из особенностей расселения башкир, как боченников, селившихся на наиболее удобных местах для жительства и хозяйственной деятельности. Имеется мнение ученых о том, что название реки Уфа, а отсюда и название города Уфы, столицы республики Башкортостан, происходит от названия башкирского племени Упей, или Упей, Эпей, Эфе, Эфейле, Эпейле. Башкиры-кушчинцы имеют достаточно тесные связи с другим башкирским племеннообразованием. Это Дуван, это их и отличает от своих соседей, с изгинцев и Упейцев. Согласно преданиям, кушчинцы кочевали совместно с дуванцами по бассейну реки Самара, и в последующем из Бугульминско-Белебейской возвышенности, где проходил основной процесс этногенеза башкирского народа, сдвинулись на северо-восток, где и потеснили с изгинцев и Упейцев, расположившись прямо между ними. Если мы посмотрим на этнографическую карту, то мы увидим, что основная часть башкирских деревень Свердловской области основана кушчинцами, как, например, Уфа-Шигири, Артя-Шигири, Урмекей, Азигул, Рахмангул и другие. Сёла Свердловской области основаны башкирами-кушчинцами. Нижнесергинский район, Уфа-Шигири, Урмекей, Артинский район, Азигул, Артя-Шигири, Битги, Красноуфимский район, Усть-Баяк, Пешково, Коянково, Рахмангул, Верхний Баяк. Одной из особенностей юго-западной части Свердловской области является её многонациональность. Здесь, на землях нескольких башкирских родов и племён, в разное время появляются поселения русских, марийцев, татар. Как и в других регионах, здесь этнокультурная близость, схожость языка, единая религия делала башкиры-татар в глазах окружавших их народов единым целым. Если то или иное село не марийское, не русское, а в нём проживает тюрко-мусульманское население, то все его жители подпадали под общий этноним татары. Конечно же, данное обстоятельство не могло не способствовать тому, что коренное население края башкиры смешивались с пришлым татарским населением. Мы не воспитали отношения в самих себе даже, правильного отношения к своей истории, к своим корням. То есть мы пользуемся общими какими-то формулировками, не задумываясь о том, что есть на самом деле. Наверное, с возрастом приходит понимание того, что что-то не то, где-то какая-то пустота. Вот эта пустота, ты её пытаешься искать где-то на родине. Допустим, уезжая в тот же Бугалыш, ты сидишь на склоне горы, смотришь, просто ни с кем при этом не общаясь, просто сидишь и смотришь весной на цветущий луг, смотришь на свою родину, где ты родился, вот, Бугалыш, как бы я уже родилась, смотришь, черпаешь силы. А по сути-то они не там, то есть они всё-таки всё равно в корнях. Необходимо подчеркнуть, все проводившиеся в Российской империи переписи населения показывали абсолютное преобладание в селе Азигул Башкир. Башкирия вот эту деревню создали. Они пришли в этот лес, тут был лес, были одни деревья. Вот одни женщины-башкирцы пришли и поставили на деревьях метки. А по-башкирски эта метка означала сызок. Они поставили эту метку на дереве. Потом, на следующие дни, они пришли и им понравилось этот лес. Они стали рубить деревья и построили дома. Восьмая ревизия населения 1834 года учла в Азигул 472 жителя. Все башкиры больше Кушчинской власти. В 1863 году в Азигул было учтено 70 дворов, 218 жителей, все башкиры-отченики. Кушчинская в Азигулы. Кушчинская в Азигулы. Кушчинская в Азигулы. . Угорь. Угорь. Кушчинская, угорь. При Mayo жиля серьезное ни одного не было раннего caret. Ухвы или plugins на presноте. Кушчинское масштабное место место в Азигулы. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот девочка проучилась, и вот были еще ребята поучились. Вот хорошее начало работы было. А в итоге вот все сошло на нет. Видимо, есть какая-то связь с тем, что там, где забываются корни, села приходят в запустение, а молодежь уезжает из своих земель. Редактор субтитров А.Семкин Совсем другая картина в селе Уфа-Шигири. Здесь начинаешь ощущать какую-то особую ауру. Уфа-Шигири, как и другие башкирские поселения области, стоит на берегу реки. Село окружают горы Тайга. В прошлом жители села были известными охотниками. Шигиринцы, как вотчинники земель, разрешали на своих землях селиться и основывать проселения как башкирам других родов, так и представителям других народов. Уфа-Шигири, как и другие, 地方ачьих мероприятий, айу, сосар, ауэл, орман ортасында тұрғас, жер ешетелі ауырра қылған көрші ауэллардан қараған сақты. Икінсі кешелер келіп, қараған біздің ақтамынан Ақпаш ауылы, Мариялар келіп, Мірекан деген жерге келіп, көрсеніп кеткенлер, өрте райынды қазір, Міреканавын деген ауынан аламын есімінен алған. Ақпаш кү comigo, Жер�ман қатымын Ақпаш қатымын есімінесе келіп, Жер чіпк ouтақан. Ақпаш күрген селінис clinic便ünk келіп. Астылыға қатып, да шоған қатып наконец-чвенки тұрды. Если вы покупайте, наоборот создайте платье Если вы покупайте, то вы покупайте и сθенья придерживайте Что за там? Ошка Да Тошка Что за его в emerg capsах Если за один сусар в два сусар если за один сусар У нас уже было одно упражнение. Но в вsoorах у нас яблокатся к паспортам. В полном времени, то пострадал во время тренировки, с армией кёршки, что было прибыль вообще, что было благодарным передавал. Однако те, кто сидит в школе, а вторая кинстритов, Что значит есть? Армения. Армения. Околы. Сегодня в Ту-Файае бывают опасно, они очень часто их чувствуют, а потом они не могут привеять. Настоящие наши родители, они очень знакомы, они хотят макрости. они любят семья, они любят им, и они любят своих родителей. Они любят мир. Они любят двигаться, там иногда творятся. Но с женщиной то есть из других. Они не могут быть environmentalist, и хороших родителей, они не могут быть делать. Я думаю, что это не так, что мы живем в земле, в земле находимся в земле и в земле. Они не привыкли к ахуту, а где они не привыкли. Сейчас мы живем в Ахуту. Сейчас мы должны быть разрушены. Потому что пока нет арендованных, Это заповедник, это арендованное хозяйство. Современные жители Уфа-Шигири и окрестных сел являются представителями нескольких антропологических типов, свойственных всем башкирам. В основе понтийского типа у гайнинцев и северо-восточной группы башкир, крайне северная группа, скорее всего, лежал древний европеоидный тип, который примерно был похож по строению на поздние сарматские черепа. Башкиры вот как раз вот крайнего северо-востока, северная группа, в основе их лежит древнейший европеоидный тип, который обитал здесь уже в эпоху раннего железа. Наши предки, вот башкир, современный башкир, скорее всего, жили даже около двух тысяч лет тому назад, поскольку типаж проявляется до сих пор в анатомии, в строении лица современного представителя современных этнографических групп башкир, как, скажем, северо-западных, юго-западных, юго-восточных и северо-восточных. Музыка Как отмечал известный ученый Раэль Кузеев, На северо-востоке расселения башкирского народа, как и в других частях Башкортостана, земледельческое хозяйство, распространяясь в районах полупочевого скотоводства, длительное время не разрушало традиции кочевничества, постепенно приспосабливало их к новым условиям. Очередовались аулы, перешедшие к земледелию, с поселениями, где лесные промыслы сохраняли еще большое значение. Указанный способ введения хозяйства можно назвать современным словом «диверсификация», то есть введение нескольких производств, чтобы обезопасить риски. Еще в XIX веке башкиры деревень Артя-Шигири, Уфа-Шигири, Акбашева, имея посевы, в то же время рубили и поставляли лес на Артинские или Михайловские заводы по реке Уфе. Восьмая ревизия населения 1834 года учла в деревне Урмикей 97 жителей. Все башкиры больше Кушчинской волости. В 1863 году в Урмикей был учтен 21 двор, в которых проживал 141 житель. Все башкиры. Село Урмикей – еще одно поселение башкир-кушчинцев в Свердловской области. Всего же в области сел, основанных башкирами-кушчинцами, 10. Урмикей – еще одно поселение башкир-кушчинцев. Мы живем в бошкиры. Башкир-кушчинцев в русском языке, в них два – есть��ные башкирятыши. Почти, чеснок, мы знаем о здоровье и Ti === Воттво, Gesundetивень, Римакя. Только медика – это очень����лавлено. Село Уфашигири, оставаясь самым крупным поселением башкир-кушчинцев, выглядит вполне благополучно на фоне других сел и деревень этого края. Особо хочется подчеркнуть активность шигиринцев в культурной и образовательной сферах. Здесь действует башкирский фольклорный коллектив, а ученики Уфашигиринской средней школы – постоянные участники международной телеконференции коренных народов мира, которая объединяет учеников самых разных стран и континентов. Продолжение следует... История башкир-кушчинцев очень интересна. Однако мы имеем очень мало материалов по этой группе. По мнению известного этнографа Раэля Гумировича Кузеева, сэзгинцы имеют связи с древним самодийским компонентом Южного Урала, поэтому башкиры-сэзгинцы являются одним из самых древних родоплеменных образований башкирского народа. После присоединения к московскому государству, башкиры-сэзгинцы оформили вотчинные права на достаточно обширные территории, северные пределы которой находили до города Кунгур и реки Чусовая. Однако в результате жесточайшей колониальной политики подавление башкирских восстаний эта территория сужалась. В результате современные башкиры-сэзгинцы расселены на юге Свердловской области, в основном представлены деревнями Сызги, Озерки, Усть-Бугалыш. Остальные сужгинцы проживают на территории Аргояжского и других районах Челябинской области. Села Свердловской области основаны башкирами-сэзгинцами. Сызги, Озерки, Табынлы-Куль, Усть-Бугалыш. Башкиры фиксировались переписями также в Юве, Средний и Верхний Бугалыш, других селах. С самого начала 18 века сэзгинцы в силу целого комплекса обстоятельств были вынуждены припускать на свои земли представителей других народов. Постепенно башкиры становятся меньшинством на своей родине. В материалах для статистики Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1893 год имеется примечательная запись о том, что ювинские удмурты и морейцы приобрели землю в 1697 году совместно с жителями деревень Татарская Еманзельга, Верхний и Средний Бугалыш и Усть-Маш по одному документу у башкир-вотчинников в Сэзгинской даче. Пришли из Вятской губернии, сели на башкирскую землю с условием отбывать за них натуральные повинности, чинить мосты, править дороги. Постепенно сэзгинцы стали утрачивать и свое национальное самосознание. Если при проведении переписи населения Российской империи в 18-м начале 20-го веков, а также при проведении советских переписей 20-х-30-х годов, жители сел Сэзги, Дабанлыкуль или Озерки, Усть-Бугалыш отмечали себя как башкиры, кто в 1959 году отнесли себя к другой национальности. Музыка Я думаю, что в крови основная кровь течет, все равно башкирка. Но не то, что родственники об этом говорили, то есть признание такого, что я башкир, то есть с гордостью носить это имя своей нации, то есть не хватало смелости никогда. В 2000 году я приехала в Сэзги, и в старых записях кабинета, в кабинете было очень много как бы с советских времен еще документации, и нашла буквально листок бумаги, тетрадный, исписанный с информацией о том, что это село создали башкиры более 400 лет тому назад, что основали его Сэзги, вот там, Дабанлыкуль, Озерки. И буквально вот страница исписана информацией. Я была в шоке, потому что, приехав сюда, прожив там месяца 4-5, наверное, я даже подумать не могла, что вот эту деревню могли создать башкиры, потому что я была в башкирских деревнях, и знаю, как люди ценят свою национальность, и как они об этом говорят. То есть здесь такого проявления не было, то есть даже в мыслях не было о том, что здесь живут башкиры. Этнокультурная близость, схожесть языка, единая религия способствовали бесконфликтному и гармоничному проживанию и не могло не сблизить пришлое татарское население с коренными жителями края – башкирами. В советский период истории грамотная национальная политика Казани и безответственная позиция Уфы в этом вопросе позволила произойти размытию четкого представления башкир-сыскинцев, апийцев и кушчинцев о своей этнической идентичности. Ревизия населения 1834 года учла в селе Усть-Бугалыш 160 башкир-сыскинской волости. На небольшой речке Бугалыш, которая впадает в реку Уфа, расположились этнически смешанные села – Верхний Бугалыш, Новый Бугалыш и Средний Бугалыш. Здесь и издревле проживали, и живут сейчас башкиры, марийцы, татары. В этом регионе был развит извозничий промысел. Так, имеются документы, подтверждающие, что башкиры с Искинской волости близ Красного Фимска заключали подряды на перевозку крупных партизерна Уфу, Перем, Целикамск и другие города. Башкиры ради уплаты ясачных денег отпозили на городские ярмарки и свои, но чаще товары русских людей. Что, видимо, связано было, как свидетельствует грамота 1680 года из приказа Большой Казны Целикамскому воеводе Гондареву об освобождении от таможенных пошлин башкир, которые ездят где к Соликамской и в иные города и возят с собой продавать хмель, воск и хлеб и всякую животину. Рамелян Афигина – истинный патриот своего края. Яркий представитель потомков рода Сызги из долины реки Уфан. Удивительный человек. Беззаветно предан на своей работе. Уважаемый и успешный предприниматель. Прекрасная мать, любящая и любимая бабушка. Скажите, много ли женщин, которые с ружьем бродят по бескрайним лесам, на счету которых десятки убитых волков и медведей? Бывалые мужчины-охотники отзываются о ней с большим уважением. Но главное, о чем болит ее душа – бесконечные попытки толстосумов из большого города захватить исконные земли ее предков. И как истинная дочь своего народа, Рамиля делает все, чтобы жители ее деревни жили богато и счастливо. Мы живем на земле предков. Предки наши – великий народ, пашкирский народ. Сегодня наша задача стоит, чтобы сохранить это все, преумножить и продолжить. На сегодняшний день очень большая задача стоит перед нами – сохранить землю за нами, за жителями, за коренными жителями. Не только сохранить, передать детям, чтобы дети на этой земле не просто лежили, но они чувствовали себя хозяевами этой земли. Земля принадлежала народу. И традиции народа, который вот жил, пашкирского народа, чтобы продолжалось в наших внуках и детях. Так что это – мы жили вновь, у нас есть вновь, и у нас есть вновь. У нас есть вновь. Мад не продается, парокад не дается. Мад, земля, мад кормит нас. У нас есть 20 километров, они были проверены, у нас есть говорит, что смотрится, что смотрится. Мы поднимаем, не поднимаем, мы поднимаем, что мы не поднимаем. Мы поднимаем 8 километров. Мы поднимаем и поднимаем все из нас зависит. В этом году мы поднимаем. Нерзно, мы поднимаем что-тоetaan. Я уже не ехалипсис. Но и халфы были очень сильными. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ